Добрый день, уважаемые депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, уважаемые коллеги и участники сегодняшнего заседания. В соответствии с Конституцией Чувашской Республики представляю отчет о деятельности Кабинета Министра Чувашской Республики за прошлый 2017 год. Основой решения социально значимых вопросов, локомотивом развития региона является реальный сектор экономики. Правительство Республики совместно с депутатами Государственного Совета Чуваши создает благоприятную среду для поступательного развития основных отраслей народного хозяйства или реального сектора экономики. Как результат, за прошедший год обеспечен рост промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций, заработные платы, повысились результативность использования бюджетных средств и комфортность предоставления государственных услуг индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, замедлились темпы инфляции. Дальше я более подробно остановлюсь на основных отраслях экономики, но сначала хотел бы обозначить ориентиры и результаты работы, которые являются приоритетными. Первое – это увеличение продолжительности жизни населения. В 2017 году продолжительность жизни населения достигла исторического максимума за все годы наблюдения в Республике и составила 72,7 года, что сопоставимо с российскими показателями. Следующая задача, которую президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами – это обеспечить к концу следующего десятилетия продолжительность жизни более чем 80 лет. Второе – это сохранение здоровья детей. На протяжении ряда лет Республика демонстрирует наиболее низкие показатели младенецкой смертности. За пять лет она сократилась в полтора раза и достигла показателя 3,3 промилле на одну тысячу родившихся живыми. По итогам прошлого года Чувашия занимает второе место среди 85 субъектов Российской Федерации по снижению данного показателя. Третье – это укрепление института семьи. Мы чтим семейные традиции, учим наших детей уважению к старшим, браку и семье. Не случайно Республика в Приволжском федеральном округе занимает первое место по наименьшему количеству разводов, а среди всех субъектов Российской Федерации – восьмое место. Следующее – обеспечение благоприятной экологической ситуации. В Республике уделяется самое пристальное внимание улучшению качества окружающей природной среды. Повышение экологической безопасности. Увеличение количества зеленых зон. Создание условий для здорового образа жизни населения. Как результат, Чувашия сохраняет позиции экологически благополучного региона. Обеты имеют соответствующие рейтинги, оценки соответствующих общественных организаций на федеральном уровне и экспертов федерального уровня. Консолидированный бюджет Республики за прошлый год исполнен целым подоходом в объеме 51 млрд 497 млн рублей, что составляет 105,5% к уровню 2016 года. Расходы консолидированного бюджета Республики в прошлом году составили 51 млрд 997 млн рублей. Это 110,3% к уровню 2016 года. Республика зарекомендовала себя регионам, подтверждающим высокое качество управления общественными финансами. Республике присвоена первая степень качества управления региональными финансами. По-другому говоря, это налоги наших налогоплательщиков. Результатом конструктивного взаимодействия с правительством Российской Федерации стал рост объема межбюджетных трансфертов. В прошлом году по сравнению с 2016 годом рост составил на 10% или мы получили дополнительно 1 млрд 600 млн рублей с плюсом. В текущем году положительная динамика сохраняется. Касаясь государственного долга, на 1 января текущего года долг составил 14 млрд 120 млн рублей. Это около 53% к объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений. Что ниже предусмотренного планового верхнего предела государственного долга. Поэтому я благодарен депутатам государственного совета, всем неравнодушным людям, общественным организациям, институтам гражданского общества за то, что мы всегда бюджетные параметры обсуждаем публично, на разных встречах. Выслушаем приятные вопросы, неприятные вопросы. Это в конечном счете нам дает минимизировать все те ошибки, которые касаются межбюджетных трансферных отношений республики с нашими муниципалитетами. По размеру государственного долга в расчете на одного жителя республика входит тройку лидеров привозка федерального округа с наименьшей долговой нагрузкой. Мы вместе с вами поставили цель сформировать конкурентоспособную промышленность республики и встроить ее политику импортозамещения. В экономике республики по итогам прошлого года сохранена положительная динамика. Во многих ключевых секторах обеспечен рост промышленного производства. Индекс промышленного производства составил 104,4% при среднероссийском уровне 101%. Отгружено товар собственного производства. Выполнена работа и услуг по промышленным видам деятельности на 199 миллиардов рублей, что на 7,5% выше уровня аналогичного периода. Промышленными предприятиями республики в настоящее время реализуется около 60 инвестиционных проектов с общим бюджетом свыше 100 миллиардов рублей. Вместе с тем мы не можем сегодня похвастаться высокими темпами производительности труда. От этого, конечно, зависит уровень заработной платы работников реального сектора экономики. Однако рассчитываем, что благодаря приоритетной программе повышения производительности труда и поддержке занятости этот показатель будет улучшаться. В прошлом году правительство Российской Федерации в числе 16 регионов России выбрало республику в качестве пилотного региона в реализации этой программы. В ней участвуют 11 ведущих предприятий республики, такие как Химпром, Перкарбонат, Хевель, Чебоксарские предприятия Сейспель, Чебоксарский электропаратный завод Ванеир, завод Чапаева, Чуваштортехника, Вурнарский завод смесевых препаратов, Чувашхлебопродукт и Ядренмолоко. Программой предусмотрены инвестиции в новые оборудования, совершенствование управленческих технологий, организацию нового производства. За счет комплексной реализации мероприятий программы планируется, что к 2025 году прирост производительности труда в республике по сравнению с базовым 2016 годом составит не менее 24%. Поставлена задача реализовать программы повышения производительности труда не менее чем 50 коммерческих организаций республики. Еще одна тема, на которой я бы хотел остановиться. Наша экономика готовится к ответам на глобальные технологические вызовы. Современный мир – это мир новых идей, новых технологий, об этом вы знаете. И в этом мире позиции страны определяются способности генерировать инновации. Бизнес не должен бояться вкладывать средства в инвестиционные проекты республики. Поэтому одной из ключевых задач остается формирование более привлекательной деловой среды. Проводимая инвестиционная политика направлена на обеспечение привлекательности региона, создание благоприятного делового климата. В прошлом году в основной капитал в республике за счет всех источников финансирования вложено почти 52 миллиарда рублей инвестиций или 101,4% к соответствующему периоду 2016 года. За счет реализации инвестиционных проектов в республике в прошлом году создано более 2800 рабочих мест. С одной стороны, это показатели значимые, но с другой стороны, мы все не удовлетворены этими темпами. По результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, в прошлом году республика заняла второе место среди регионов Российской Федерации. Продолжается работа по достижению показателей 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Важным элементом работы по получению инвестиционного климата стало повышение открытости в работе правительства республики, формирование обратной связи. Чувашии становятся все более узнаваемой на международном уровне. Достижение наших предприятий высоко оценивается зарубежными компаниями. Количество стран-партнеров стабильно растет. Приведу просто пример. С 2019 года 74 страны были, а по прошлому году уже внешнедорговый оборот у нас идет между 95 странами мира. Несмотря на санкционный режим, в прошлом году продолжился рост внешнеторгового оборота, который составил 495,5 миллиона долларов США и увеличился по сравнению с 2016 годом на 30,8%. Рост отмечается как по экспорту на 18,8%, так и по импорту на 38,3%. С одной стороны, это о чем говорит? Это говорит о том, что предъявленные санкции сегодня дали нам возможность работать, соответственно, производить товары, экспортно ориентированные за пределы Российской Федерации. И наши предприниматели или бизнес-сообщества используют эти окна возможностей. За что я благодарен. Жироко представлено за рубежом продукции предприятий пищевой промышленности. Я хочу их просто назвать. Кондитерские изделия. Она поставляет в страны из НГЭ. Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Украину и дальнего зарубежья. Болгария, Германия, Греция, Израиль, Канада, Китай, Латвия, Соединенные Штаты Америки. Вот они нам санкции, а мы им кондитерские изделия продаем. Здорово же. Продукция предприятий химической отрасли, химические средства защиты растений, органические и химические соединения, красители. Это Химром, Вурнарский завод смесевых препаратов, Спектр и другие. Представляет на рынке Германии, Польши, Италии, Литвы, Испании, Португалии, страны из НГЭ и другие. Периотехнические изделия поставляются в Молдову, Таджикистан, Узбекистан и ряд других стран. Санитарно-керамические изделия поставляются в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Бельгию, Грузию, Литву, Нидерланды, Великобританию. Продукция предприятий электротехнической отрасли поставляется компаниям Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и ряд других стран, включая даже Объединенные Арабские Эмираты. Спортивные комплексы Чебуксарского завода и игрового спортивного оборудования представлены во многих странах из НГЭ и дальнем зарубежье. Я их не буду сейчас читать. Особое внимание своей деятельности мы уделили малому и среднему бизнесу. В Республике по данным на 1 января текущего года осуществляет деятельность почти 47 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 102,4% к аналогичному периоду прошлого года. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году по оценке составит 297 миллиардов рублей. И увеличится по сравнению с аналогичным периодом на 6%. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году от всех институтов поддержки бизнеса составила 597 миллионов рублей. В целом по информационной, консультационной, правовой и финансовой поддержкой воспользовалось 9300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, расширяется доступ малого и среднего бизнеса к системе государственных и муниципальных закупок. Объем закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2013 годом увеличился более чем 3 раза и составил 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Или 33% совокупного годового объема закупок. Это существенный результат нашей совместной деятельности. Одними из стратегических направлений деятельности правительства в республике являются развитие монопрофильных муниципальных образований, формирование новых точек роста и развитие новых видов деятельности в моногородах республики. Отметим, в 2017 году моногород Канаш получил 227 миллионов рублей из фонда развития моногородов и консолидированного бюджета республики. Эти средства направлены на строительство автомобильной дороги Аниш, реконструкцию канализационных очистных сооружений и строительство инженерной инфраструктуры, индустриального парка в городе Канаше. В этом году на строительство объектов инфраструктуры моногорода Канаш будет направлено 915 миллионов рублей. Объекты инфраструктуры должны быть введены в эксплуатацию до конца текущего года. 16 марта этого года принято постановление правительства Российской Федерации о присвоении моногороду Канаш статуса территории, опережающей социально-экономическое развитие. Что это дает? Это даст возможность городу Канаш создать новые рабочие места, развить новые виды деятельности и снизить зависимость от городообразующих предприятий, а инвесторам создаст льготные условия для реализации инвестиционных проектов на территории города, включая налоговые льготы и послабление по отчислениям в небюджетные фонды. Это достаточно серьезный инструмент поддержки бизнеса, он создает для предпринимателей более привлекательные условия, снижение ставки налога на прибыль с сегодняшних 20% до 5% в первые 5 лет и до 10% в последующие 5 лет. Другим важным и возможным преимуществом является освобождение от уплаты налога на имущество и землю, а также самое главное это снижение отчисления страховых взносов в небюджетные фонды с 30% до 7,6%. Территория, опережающая социально-экономическое развитие, создана в границах моногорода Канаш сроком на 10 лет. Этот срок может быть продлен по решению правительства Российской Федерации еще на 5 лет. Очень благоприятная среда для развития нашего родного города Канаша. Так что обращаю внимание предпринимательское сообщество, выстраивайтесь быстрее в очередь, территория ограничена, соответственно резидентов уже достаточно, просто работают с банковскими организациями для привлечения внебюджетных источников для реализации своих проектов. Есть проблема закредитованности, но эти вопросы тоже решаются. И в принципе вот эта победа наша историческая, жители Канаша, Республики и Государственного Совета и правительства, обращая внимание глав администрации других городских округов, у нас возможности есть, по другим городам этот экзамен мы должны пройти и создать такую мотивацию для реализации инновационных проектов. Следующее. Президентом страны поставлена задача по сокращению доли государственного и муниципального сектора на конкурентных рынках. В Республике уже не первый год внедряется стандарт развития конкуренции в субъектах. В рейтинге глав регионов по уровню содействия развития конкуренции Чувашии два года подряд входит в десятку лидеров и занимает шестое место. Сегодня отмечено значительное сокращение количества нарушений, выразившихся принятие ограничивающих конкуренцию актов и осуществление действий или бездействия органами исполнительной власти Республики. Вот по статистике, если взять, в 2016 году таких нарушений было 12, в прошлом году только одно нарушение. Нам и в дальнейшем необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу по развитию конкуренции, принимать эффективные меры в интересах потребителей и субъектов предпринимательской деятельности. В прошлом году объем закупок для обеспечения нужд Республики и муниципалитетов составил 23,1 миллиарда рублей, в том числе для обеспечения нужд Республики 10,5 миллиарда рублей, муниципальных нужд 12,6 миллиарда рублей. Отмечается высокая конкуренция среди участников закупок. Мы полностью, практически можно сказать, переходим на электронный вид осуществления закупок. Вот по прошлому году 3,8 участника на одну конкурентную процедуру закупки. Как следствие, рост бюджетной эффективности от проведения торгов 8%, в суммарном выражении 1,7 миллиарда рублей. Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, мы ведем непримиримую борьбу с коррупционными проявлениями. Невзирая на чины и ранги, должностные лица, совершившие правонарушения, привлекаются к ответственности. На системной основе ведется работа по выявлению и возмещению причиненного материального ущерба бюджету в результате совершения коррупционных преступлений и правонарушений. Так, общий размер ущерба по оконченным уголовным делам в прошлом году составил почти 183 миллиона рублей. По результатам расследований уголовных дел, исковые работы в казну возмещено порядка 88 миллионов рублей. Это почти половина от общего объема ущерба. Для сравнения, в 2016 году этот показатель составлял на уровне 25%. Показатели, с одной стороны, улучшились, но это не повод успокаиваться. Нанесенный бюджетный ущерб должен быть возмещен в полном объеме. В прошлом году сложилась положительная динамика объемов розничного товарооборота. Общий оборот розничной торговли составил почти 144 миллиарда рублей или 102,7% с роста. Среди 14 регионов Приворско-федерального округа по индексу физического объема розничного товарооборота Республика занимает 5 место. По индексу физического объема платных услуг населению – 3 место. Комплексная работа проведена по сдерживанию инфляционных процессов. Низкая инфляция сегодня – это не только стабильные цены магазинов. Это доступные кредиты и ипотека. Возможность открыть свое предпринимательское дело. По итогам прошлого года инфляция в Республике составила 1,4% и сложилась ниже среднероссийского показателя. В середине регионов ПФО по уровню инфляции Республика занимает 3 место. В среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в прошлом году составила 24 531 рубль. Или 107,2% к январю-декабрю 2016 года. Реальная заработная плата 104,6%. Это тоже значимый для нас показатель, выше чем в средней по России. В середине регионов ПФО по уровню реальной заработной платы мы занимаем первое место. Но хотя мы всегда признавали, у нас доходы по сравнению с другими регионами ниже, поэтому то, что мы в динамике выходим на передовые позиции, это вселяет нас в уверенность практически. На территории Республики отмечается низкий уровень потребительских цен на ряд социально значимых продовольственных товаров по сравнению с показателями России и ПФО. Это достигается благодаря государственной поддержке и развитию аграрного сектора экономики Республики, развитию инфраструктуры, созданию условий для реализации продукции местных сельхозтоваропроизводителей по прямым схемам, производитель-покупатель, мониторингу цен и представленности социально значимых товаров во всех муниципальных образованиях Республики и федеральных сетевых магазинов. Уважаемые депутаты, в прошлом году индекс производства сельхозяйственной продукции составил 101%. Объем производства продукции агропромышленного комплекса Республики 75,3 миллиарда рублей. И с каждым годом эта динамика улучшается. Улучшаются качественные показатели, я это хочу отметить. Уружайность зерновых почти на 21% больше, картофеля на 5,6% больше. В прошлом году в хозяйстве всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе с ростом на 7,5% к уровню 2016 года. Мы уделяем большое внимание созданию благоприятных условий работы и жизни на селе. В прошлом году на реализацию мероприятий под программу устойчивого развития сельских территорий направлено 894 миллиона рублей. В январе прошлого года вновь подписан указ о реализации на территории Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Благодаря инициативе граждан в прошлом году реализовано 103 проекта развития общественной инфраструктуры. Организованы места массового отдыха населения, благоустроены населенные пункты, установлены детские игровые площадки, отремонтированы школы, детские сады. Лидерами по количеству реализуемых проектов стали Батровский, Комсомольский и Чебоксарский районы. На финансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в текущем году в республиканском бюджете предусмотрено более чем 111 миллионов рублей. По результатам конкурсного отбора проектов, конкурсная комиссия отобрана для реализации в этом году 210 проектов. Вот эти инициативы, инициативы жителей Чувашии очень поддержаны остальными, соответственно, потому что не все микрорайоны еще участвуют, не все населенные пункты, но мы, имея востребованность этого проекта вместе с депутатами Государственного Совета, будем только работать на улучшение использования инструментов во благо жителей городских округов и населенных пунктов. Мы благодарим наших граждан, предпринимателей за неравнодушие и любовь к своей земле. Можно даже сказать, что эти жители, эти инициативные люди имеют патриотические чувства. Сельхозтоваропроизводители реализуют целый ряд инвестиционных проектов, направленных на обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещение. Среди них проект агрофирмы «Исток» Батеровского района, строительство животноводческого комплекса, предназначенного для содержания и доения горов на 400 голов, проект Вурнарского мясогомената «Коровник» на 500 голов крупного врага того скота с телятником на 400 голов, инвестиционный проект по модернизации реконструкции и строительству Чебоксарского городского молочного завода, проект по модернизации производства Чебоксарской пивоварной фирмы «Буки» Ачуваши, строительство производственного корпуса для производства сыров и масла сливочного акционерного общества «Оконт молоко». Республика стала лучшим регионом по регистрации невостребованных земельных долей. Мы говорили, я ставил задачу, чтобы земли были в налоговом обороте. Муниципалитеты стали собственниками дополнительных 198 тысяч гектаров земель сельхозяйственного назначения. Из них 58 уже вовлечены в сельхозяйственный оборот. Доходы местных бюджетов от их использования составили более чем 76 миллионов рублей. С одной стороны, это небольшие средства, но это хороший результат. Надо работать смело в этом направлении, наводя порядок, пополнять доходную часть муниципальных бюджетов. Задачей на перспективу является вовлечение всех сельхоземель в хозяйственный оборот. В республике наработан положительный опыт проведения акции «Народная инвентаризация». Здесь я тоже выражаю слово благодарности всем тем, кто дает сигналы, где какое бесхозное имущество и где какие у нас безобразия. И мы реагируем, и тем самым быстрее наводится порядок. В прошлом году проведен мониторинг неиспользуемых, находящихся в аварийном состоянии объектов недвижимости. В ходе акции выявлено 985 объектов. Из них сегодня в хозяйственном и налоговом обороте задействовано 86%. Доходы местных бюджетов составили почти 118 миллионов рублей. В этом году особое внимание будет уделено частному сектору. Цель – убедить граждан зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости. Я пониже приведу пример. В 2016 году мы организовали единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках. В прошлом году эти земельные участки, соответственно, дополнены объектами, которые находятся. Здесь есть отдельные очень сложные чувствительные вопросы. Но здесь, соблюдая баланс интересов, соблюдая законодательную норму, мы будем работать и наводить порядок. Доходы республиканского бюджета от вовлечения в оборот объектов составили 455 миллионов рублей. Кроме того, земельные участки, сведения о которых содержатся в едином информационном ресурсе, предоставляются нашим многодетным семьям. Для сведения скажу. На конец 2017 года заявлениями на получение земельных участков обратились почти 11 тысяч многодетных семей. Из них 6530 заявлений удовлетворено. Обеспеченность на уровне 60%. Хотя здесь вопросов тоже много, на чем мы должны работать. Строительный комплекс республики во многом определяет текущее состояние экономики и потенциал ее развития. В прошлом году объем работ по виду деятельности строительства составил лишь 84,2% к 2016 году. Несмотря на снижение показателей в этой сфере, мы выполнили социально значимые задачи, поставленные перед нами руководцем страны. Завершена реализация пятилетней республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории республики. В ходе программных мероприятий 12 860 человек, проживавших в 841 аварийном многоквартирном доме, получили возможность переехать в благоустроенные новые жилые помещения. Хочу отметить, что работа по ликвидации аварийного жилищного фонда будет продолжена. Правительством России решаются вопросы по внесению соответствующих изменений в федеральное законодательство в части определения принципов и условий формирования новых региональных программ селью переселения или расселения многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Но я могу всегда сведения для учета сказать, будет учитываться социальный статус. Согласно поручению президента России к 2024 году, нам необходимо увеличить объемы жилищного строительства в полтора раза. Вы это слышали, знаете. У строительной отрасли республики есть все возможности для решения поставленных задач. С 2010 года под жилищное строительство переведено более 2000 земель сельхозназначения. На данный момент освоено лишь 40%. Огромные возможности для дальнейшего развития. Благодаря конструктивному взаимодействию с федеральным центром, значительные объемы бюджетных средств направляются на строительство современных социальных объектов, улучшение жилищных условий граждан. Хочу подчеркнуть, государство направляет значительные финансовые ресурсы на развитие строительной и дорожной отрасли. Наша общая задача – обеспечить качество проводимых работ и строить больше доступного жилья или жилья эконом-класса. Приведу только один пример – неэффективное использование средств, выделяемых на улучшение жилищных условий граждан. Так, в 2015-2017 годах в рамках реализации мероприятий под программы обеспечения жильем молодых семей, федеральной целевой программы жилища, социальные выплаты на строительство индивидуальных жилых домов, подчеркиваю, индивидуальных жилых домов, получили 94 молодые семьи на общую сумму 63 миллиона 738 тысяч рублей. Из них 39 молодых семей или 41,5% от числа получивших субсидий не оформили индивидуальные жилые дома в собственность. При этом 18 семей на момент проведения контрольного мероприятия фактически проживали в данных жилых домах. Понятно, там, наверное, проблемы разные, но когда они становятся участниками государственной программы, тут вот честные отношения должны быть выстроены, и ответственность этих людей должна быть. А 21 молодая семья, это 22% от числа получивших субсидий не построили или только начинают строить, хотя времени достаточно прошло. Какие выводы мы можем сделать? Первое, это говорит о том, что в муниципальных образованиях в должной мере не был осуществлен контроль за телевым и эффективным использованием бюджетных средств, не обеспечена своевременная регистрация жилья и пополнение муниципальных бюджетов собственными доходами, потому что налог на имущество остается 100% на уровне муниципалитета. Второе, мы имеем искаженные, заниженные статические данные о вводе квадратных метров жилья муниципалитетов. Были времена, когда мы говорили, что там приписывают квадратные метры и все остальное, в квадре сам выезжали, но сейчас у нас другая ситуация, другая проблема возникает. С бюджета деньги даем, а квадратные метры не получаем обратно. Поэтому, обращая, соответственно, и министр строительства, и глав администрации, списки вы составляете, надо смотреть, комплексно оценивать. Если такие безобразия есть, тогда мы вообще бюджетные деньги неэффективно будем использовать. Или вообще это будет оцениваться как коррупционное проявление. Расходы Дорожного фонда в прошлом году составили 4 миллиарда 860 миллионов рублей. Отремонтировано 338 километров автомобильных дорог. В этом году объем Дорожного фонда составит 5 миллиардов 42 миллиона рублей. Планируется отремонтировать свыше 350 километров автомобильных дорог, построить и реконструировать 67 километров. Предстоит работа по выстраиванию четкой логистики и функционированию безопасного и доступного общественного транспорта. Одним из условий повышения качества и безопасности пассажирских перевозок является обновление подвижного состава автомобильного и городского электрического транспорта. Уважаемые депутаты, с 2015 года республика уверенно сохраняет позиции в десятке регионов-лидеров с самой благоприятной экологической ситуацией. Это на самом деле правда. Об этом есть оценка природоохранной прокуратуры, наших общественных институтов, которые представлены на федеральном уровне. Проекты по современной утилизации твердых коммунальных отходов, реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске и создание комплекса по обработке осадков на честной водопроводной станции «Зауражное» в Чебоксарах признаны лучшими инвестиционными практиками, проектами на территории Российской Федерации. В этом году начнется строительство мусороберегрузочных станций в Канаше и в последующем Шумерлинском районе. Ведутся работы по подготовке к строительству второй карты складирования полигона твердых коммунальных отходов в Новочебоксарске, которая будет введена в эксплуатацию в 2019 году. В текущем году продолжится реализация третьего этапа третьей очереди проекта реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске, что позволит предотвратить экологический ущерб реке Волге. И как раз мы участвуем в федеральной программе по оздоровлению Волги. Ввод в эксплуатацию первой карты складирования полигона твердых коммунальных отходов позволил приступить к криптации одной из горячих экологических точек республики – Пехтулинской свалки в городе Чебоксары. Во втором квартале текущего года планируется начать рекультивацию санкционированной свалки твердых бытовых отходов, расположенной у деревни Ильбеши в Чебоксарском районе. В прошлом году сохранялась благоприятная ситуация на рынке труда республики. Сегодня, с одной стороны, спрос на рынке труда – такая благоприятная ситуация, но в то же время по разным причинам люди увольняются, и мы используем свои бюджетные средства для их переквалификации, для их первого обучения. Участниками мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения» в прошлом году стали более 81 тысячи граждан. Это на 2,7% больше запланированного. Трудоустроено более чем 42 тысячи человек, что составляет 86% от численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы. По данному показателю, по итогам прошлого года, мы занимаем второе место среди субъектов Российской Федерации. Приоритетное внимание органам службы занятости уделяется содействию занятости инвалидов. Трудоустроено 1037 инвалидов. Уровень трудоустройства инвалидов составляет почти 72%. По итогам мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости, проводимого Минтрудом России, последние 5 лет мы постоянно удерживаем лидирующие позиции среди регионов России. Так, по итогам прошлого года, Республика заняла первое место по доле заявленных в органы службы занятости вакансий, второе место по численности трудоустроенных граждан в расчете на одного работника Центра занятости населения. Мы часто слышим, что в Республике не хватает рабочих мест, что люди выезжают на работу в другие регионы. Хочу обратить внимание, что трудовая миграция существовала всегда, а все желающие найти работу в Республике имеют это возможность. Почему? Так, на 1 января текущего года банке вакансий заявлено 16 404 вакансии, а численность официально зарегистрированных безработных составила 4 376 человек. В Чувашской Республике сохранены все направления государственной поддержки граждан. На социальную политику из консолидированного бюджета направлено 11,7 миллиарда рублей. Сегодня каждый третий житель Республики является получательным мер социальной поддержки. Из них льготами по жилищно-коммунальным воспользовались более 330 тысяч человек на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Здесь мы со своей стороны все обязательства выполняли и будем выполнять. Результатом комплекса мер социальной поддержки семей с детьми стало увеличение количества многодетных семей по сравнению с 2012 годом увеличилось на 43%. В целях оказания дополнительной государственной поддержки старшему поколению и создания для них достойных условий жизни присваивается звание ветеран труда. Это звание получили 64 тысячи жителей Республики. Нас просили, мы пошли на встречу и практически они ежемесячно получают соответствующие льготы и денежные возмещения. Расходы на здравоохранение в прошлом году составили 18 миллиардов рублей с ростом на 1,8%. На протяжении последних лет Республика устойчиво занимает лидирующие позиции в общероссийском рейтинге эффективности региональных систем здравоохранения. По итогам прошлого года Республика занимает второе место среди 85 субъектов Российской Федерации. Это было озвучено на Международном экономическом форуме в городе Сочи. В Республике первые за последние три года зарегистрировано снижение смертности от новообразований на 8,2% по факту. Это результат планомерной работы увеличения объема высокотехнологичной медицинской помощи, внедрение инновационных методов диагностики и лечения пациентов. Логичным продолжением проделанной работы станет создание в этом году Центра ядерной медицины. Сегодня перед Республикой стоят новые демографические вызовы и задачи, решения которых требуют новых подходов. Наблюдается большая разница между средней продолжительностью жизни между женщинами и мужчинами, которая составляет почти 12 лет. Вот это вопрос к нам, к мужчинам прежде всего. Акцент по этому в работе должен быть сделан не только на борьбу с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний, но и с болезнями репродуктивной сферы, которые имеются почти у каждого четвертого мужчины в возрасте 40-60 лет. Сегодня уже разработан региональный паспорт программы «Мужское здоровье» и активное социальное долголетие на 2018-2020 годы. Мы на системной основе работаем над укреплением материально-технической базы учреждений здравоохранения. За последние три года открыто 11 новых современных поликлиник. Обновлен каждый четвертый фельдшерский акушерский пункт, а к 2020 году будет обновлен каждый третий. Высокими темпами обновляются детские и минсинские организации, хотя, наверное, не всех удовлетворяет, но, по крайней мере, мы взяли на себя обязательство отремонтировать каждое отделение в каждой поликлинике или больнице. Высокими темпами, с одной стороны, ведутся работы в тех муниципалитетах, где на самом деле и муниципальные образования участвуют в этих программах. В этом году начнется строительство нового современного инфекционного стационара городской детской больницы номер 2. Для повышения доступности специализированной минсинской помощи сельским жителям в прошлом году запущен проект «Мобильная поликлиника». Она тоже оказалась востребованной. В рамках проекта ведущие профильные специалисты клиник республики осмотрели более 9 тысяч сельских жителей, в том числе около 3 тысяч детей. Активно в работе использовались передвижные мобильные комплексы, выездной стоматологический кабинет, мобильные центры здоровья для детей и взрослых, передвижной цифровой маммограф. Исследованиями было охвачено более 10 тысяч граждан. За прошлый год диспансеризацию прошли 220 тысяч жителей республики. Своевременно и качественно проведенные минсинские обследования позволяют на ранних стадиях выявлять заболевания, сохранить высокое качество жизни и социальную активность граждан республики. Кроме того, республика один из первых субъектов Российской Федерации, который реализует проект «Цеховая медицина», направленный на укрепление здоровья и профилактику профессиональных заболеваний работающего населения. Вот здесь работодатели несут дополнительную общественную нагрузку, хотя по компетенции они напрямую не отвечают, но работодатели ценят время любого рабочего, любого специалиста. Вот это важный и главный фактор, чтобы они не ходили по больницам, не тратили время, а работали, соответственно, на своих рабочих местах и развивали экономику того или иного предприятия. Новыми направлениями социальной поддержки минсинских работников в этом году станут распространение действия программы «Земский доктор» на малые города, а также на фельдшеров. Также планируется внедрить программу целевого обучения абитуриентов и студентов Чебуксарского минсинского колледжа с обязательным прикреплением к конкретной минсинской организации на селе. Сегодня цифровизация здравоохранения становится важным условием обеспечения доступности медицины. Уже стали привычными онлайн-сервисы, с помощью которых каждый четвертый житель республики записывается на прием кравчу и проведение диагностических исследований. Сегодня каждый пятый больничный лист и каждый второй рецепт выписываются электронным способом. Задача этого года – создать новые технологичные поликлиники на принципах бережливого производства. Эффективно организованный рабочий процесс с новыми IT-инструментами позволит врачу уделить больше внимания пациенту, качественно оказать ему медицинскую помощь. Следующий шаг – развитие телемедицины, чтобы независимо от места жительства пациент мог получить квалифицированную медицинскую помощь. Система образования на протяжении последних лет стабильно является приоритетной отраслью. Статья расходов на образование остается одной из самых существенных в канцеллированном бюджете. 29,4% по прошлому году и с каждым годом эта цифра растет. Но и образование – это не услуги, как сказал федеральный министр образования, а это общественное благо. В прошлом году значительные средства были направлены на развитие инфраструктуры системы образования, создание современных условий для получения доступного качественного образования для всех школьников, независимо от места проживания и доходов родителей. В сентябре в 2015 году в столице Чувашии в микрорайоне по улице Гладково открылась новая школа. Построено здание средней общеобразовательной школы на 1000 мест в Севильске. Реконструировано здание гимназии номер 1 в Мариинском посаде. В Чебоксарах введено в эксплуатацию 4 детских сада. В этом году начато строиться двух детских садов в микрорайонах Новый город и Соляное. Вы знаете, что федеральная программа упразднена для детей с трех лет, но мы в этом направлении находим средства, находим инструменты и создаем благоприятную среду для родителей и для наших детей. Мы успешно решили проблему очередей в детские сады для детей с трех лет. Теперь перед нами стоят новые задачи. В республике более 4000 детей до трех лет уже сегодня нуждаются в ясельных группах. За два года в рамках реализации государственной программы Российской Федерации развития образования на создание более 2300 мест в детских садах для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет мы получаем 1 миллиард 336 миллионов рублей. В течение трех лет мы должны создать необходимые условия, чтобы все желающие могли определить детей в детские сады, в ясельные группы, а у родителей появляется возможность выйти на свои рабочие места. В 2018-х, в 2020-х годах планируется ввод в эксплуатацию школ в столичных микрорайонах Волжский 3, Новый город, начальные школы в Ядрине и начальные школы Батарева. В республике ведется активная работа по популяризации среди школьников технических профессий. Вы, бывая на разных сейчас площадках, в этом убеждаетесь. Мы реализуем проект «Наука школу». В рамках проекта в текущем году 11 базовых школ получили современные лабораторные оборудования для кабинета физики. Преподаватели университета в дистанционном формате будут обучать школьников физики. Детский технопарк «Кванториум» вошел тройку лидеров во всероссийском рейтинге детских технопарков страны. Это тоже здорово. В развитии системы среднепрофессионального образования за последние три года инвестировано более полутора миллиардов рублей, что позволило создать современные инновационные структуры среднепрофессионального образования и, соответственно, повысить качество подготовки выпускников. Это наша сильная сторона. И то, что мы сегодня заняли позицию, и государственную позицию практически, инвестиции вкладывать в человеческий капитал. У нас где-то получается, где-то не получается. Еще лучше будем работать, соответственно, мы будем сильнее выглядеть. И наши молодые люди будут самореализовываться, находя достойное свое рабочее место. Обучение в техникумах, колледжах и вузах проходит тесные взаимосвязи с изменениями производства. Формирование 14 ресурсных центров и 8 многофункциональных центров прикладных квалификаций позволило создать необходимые условия для прохождения производственного обучения на высокотехнологичном оборудовании. Республика стала одними из семи регионов России, реализующих крупномасштабный проект по созданию межрегиональных центров компетенции. В республике ежегодно проводится более 500 мероприятий различного уровня военной и гражданско-патриотической и спортивной направленности. Ежегодно во всех этапах юноармейских, республиканских, игр, зорницы и орленок принимают участие более 30 тысяч детей и подростков. В 2016 году в республике было создано оригинальное отделение юноармия. В прошлом году отделение объединило уже более 4 тысяч юноармейцев и всех муниципалитетов республики. Вы видите их в красивых формах, они пробуждают у других патриотические чувства. По итогам участия в окружных проектах Приволжского федерального округа команда республики заняла первое место на пятых военно-спортивных соревнованиях Зорница по Волжье 2017. Второе общегомандное место по итогам участия во второй смене оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец». Это как раз общественные проекты полномочного представителя президента России Михаила Викторовича Бабича. Почти 4 тысячи школьников получают кадетское образование. Центром военно-патриотического воспитания и кадетского образования является Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Александра Кочетова. В сентябре этого года кадетский корпус будет размещен в новом здании соответствующим всем требованиям кадетского образования. Для сведения хочу сказать, и питание, и обмандирование, и обучение будет на безвозмездной основе. В круглосуточном режиме они будут там учиться и заниматься полезным трудом и полезной учебой. Одним из приоритетных направлений молодежной политики является вовлечение молодежи в активную добровольческую деятельность. В настоящее время действует 1 600 добровольских волонтерских объединений, которые насчитывают свыше 47 000 добровольцев. Продолжена работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и искусства. За два года построены 7 домов культуры. В рамках проекта «Местный дом культуры» в прошлом году проведен ремонт 31 сельского клуба, модернизировано 25 сельских домов культуры. В целом на организацию материально-технической базы подведомственных Минкультуры Чувашии в прошлом году направлено более чем 90 миллионов рублей. На капитальный ремонт учреждений и на текущий ремонт учреждений направлено более чем 62 миллиона рублей. Вот таких средств у нас не было. Появились возможности. Участвуем в федеральной программе и создаем благоприятную, комфортную среду. Республика вошла в число участников федерального проекта «Театры малых городов». По данным Федерального агентства по туризму, республика вошла в топ-10 регионов-лидеров по развитию сельского туризма. По данным агентства «Турстат», город Чебоксара вошел в топ-20 бюджетных городов, популярных для путешествий. Но здесь мы результат соответствующий получили, но здесь очень еще много работы на потребительском рынке. Текущий год станет началом масштабной реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 550-летия города Чебоксары и 100-летия образования Чубашской автономной области. Мероприятия предписаны в наших программах. Начнутся ремонтные работы в 21-м культурно-досуговом учреждении, реставрации 12 объектов культурного наследия. Всего за три года планируется отремонтировать 34 культурно-досуговые учреждения и отреставрировать 21 объект культурного наследия. Вот на эти направления тоже средства практически с бюджета мы не выделяли. Но Чуваший спортивный регион нашей любимой России, все вы знаете, с каждым годом процент занимающихся у нас растет, почти 42%. По данному показателю мы находимся в числе передовых регионов России. В России активно внедряется инновационная форма массового приобщения населения к занятиям физической культуры и спорта. Дни здоровья и спорта стали значимым событием для жителей республики. В течение прошлого года в них ежемесячно принимали участие порядка 160 тысяч человек. Это наши государственные, муниципальные и учреждения, которые находятся на балансе наших предпринимателей. Сегодня во всех 26 муниципальных районах и городских округах функционируют специальные центры с дополнительными пунктами приема и испытаний Всероссийского комплекса ГТО. Продолжена строительство и реконструкция объекта спортивной инфраструктуры. В отчетном году завершена строительство первого этапа оригинального центра олимпийской подготовки по биатлону. Средства в этом году тоже 100 миллионов выделены, и мы должны завершить. Также проведена реконструкция стадиона «Спартак» и продолжена реконструкция крупнейшего спортивного объекта стадиона «Олимпийский». Прекрасные там газоны, футбольное поле для наших детей, можно сказать, для млад и стар. Это практически мировой уровень. Такого газона, такого футбольного поля у нас в истории города и республики вообще не было. Все будем радоваться, будем когда играть в футбол. Построены футбольные поля с искусственным покрытием поселки Вурнары и городе Канаш. Это малобюджетные спортивные футбольные поля, востребованные населением. Они недорогие, и мы практически начатую работу должны завершить во всех муниципальных образованиях республики. Одним из показателей качества подготовки спортивного резерва является выполнение спортсменами спортивных разрядов и присвоение им спортивных званий. Это критерии оценки. В прошлом году установлен рекорд за всю историю развития спорта республики, что 174 спортсмена вошли в списки сборных команд России по 23 видам спорта. Это тоже наш совместный результат. И я благодарен здесь тренерам, руководителям, которые на самом деле работают в круглосуточном режиме, чтобы с массового спорта выявить лучших спортсменов и представить сборную команды для защиты чести Российской Федерации на разных чемпионатах и на Олимпиаде. Перед нами стоит задача, чтобы 45% населения систематически занимались физической культурой и спортом, или каждый второй. Об этом мы обсуждали, говорили, но пока не достигли. То есть здесь есть у нас потенциал. Во всероссийском смотре конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации республика заняла третье место среди регионов с численностью населения до 2 миллионов человек. Вот эти лидирующие позиции у нас, как бы сказать, они еще остаются. Но в этой конкурентной среде застоя не должно быть, поэтому мы должны личным примером показывать, где-то надо вовлекать молодых людей, кто еще там, ну, лениво так подходит, потому что кто занимается спортом, я могу сказать, это моя оценка, может она ошибочная, кто-то может так подумать, он всегда успешный и эффективный человек. Одним из важнейших условий улучшения социального самочувствия жителей республики является обеспечение комплексной безопасности, охрана общественного порядка. Благодаря слаженной деятельности органов, государственной власти всех уровней, в 2017 году на территории республики недопущены крупномасштабные чрезвычайные ситуации, обеспечено снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, размеров ущерба и потерь от них. Вот здесь даже могу я сказать и подчеркнуть, деловое сотрудничество налажено с прокуратурой республики, с правоохранительными органами, мы обсуждаем в открытом режиме, в закрытом режиме, и где какие предпосылки есть, с учетом новых вызовов, конечно, мы пресекали и будем пресекать. И спасибо депутатам, вы тоже по своим округам оцениваете, отслеживаете, даете свои сигналы, мы на это тоже будем реагировать, комплексно оценивать. На самом деле, когда есть правонарушения или преступления какие-то, значит, кто-то совершил, конечно, мы будем их привлекать к ответственности. То, что я вначале сказал. Но от охраны общественного порядка зависит стабильность общественно-политической ситуации на территории республики, а стабильность, это, как бы сказать, вот ключевое слово, вселяет уверенность в нас всех, в предпринимательском сообществе, в каждой семье. И мы эти вопросы всегда в нашей государственной политике держали под приоритетом, под номером один, и также будем работать. Уважаемые коллеги, гости Чувашии всегда отмечают приветливость людей на улицах городов и сел республики. Говорят о том, что много улыбающихся лиц. Это очень здорово, поэтому я благодарен. Это социальное самоучуствие дает всегда синергетический эффект. От этого созидатели всегда хотят добрые дела. От этого, конечно, экономика будет лучше развиваться и социальная сфера. Поэтому я рассчитываю, что в нашей совместной деятельности, начатый 2018 год, мы достойно завершим и доложим жителям Чувашской республики о результатах нашей совместной деятельности. Урожая слова благодарности за результативную работу, хочется пожелать нам всем успехов, благополучия и благоденствия всем жителям Чувашской республики. Спасибо. Продолжение следует...